Ну какая машина, ну какая! Класс! Вы бы хотели так, но это счастье, это сказка, это мечта! Москва-река. Я не мог предположить, что в самом центре Москвы, около Москва-сити, она вот такая вот дикая, с островами, с тиной, с какими-то растениями. Ладно, ребята из Hyundai Mobility предложили нам протестировать новый сервис и взять их автомобиль. Мы подумали, ну уж если мы это делаем, значит надо протестировать по полной программе, не в городе, не в Москва-сити, а поехать куда-нибудь на природу, например, к истокам Москва-реки и там отвиснуть по полной, ну в смысле зависнуть. Нет, поколбаситься и оттянуться. Так, салон Hyundai, приложение Hyundai Mobility. Открываем. Мы заредеривировали автомобиль Tucson. И вот он, вот он у меня в приложении. Значит, принять автомобиль, нажимаю, нажал, продолжить, подтверждаю. Я вообще не на «ты» со всеми этими приложениями. Я думаю, он открылся. Ты слышал? Да. Был щелчок. Он открылся. Так, давай смотреть. Фантастика. Вот как это все работает? Я, конечно, уже старый. Так. Вас приветствует Hyundai Mobility. Мы знаем приятных поездок. Ты слышишь? Он со мной разговаривает. Ух ты, какая чистенькая! Она новенькая, потому что документы и ключи на месте. Автомобиль чистый. Есть набор автомобилиста. Что такое набор автомобилиста? Ну, он есть. Ключи на месте. Продолжить. Нажимаю «продолжить». Вот все про меня написано. Вообще согласен. Все считается, что во всем мире они читают эти долго соглашения. Россия занимает первое место в мире по мгновению нажимания. Все прочитал, все знаю. И нажимаем кнопку «поехали». Так. И что? Ключ. То есть я нажимаю и завожу. Охренеть! Господи, ну это же какая-то адская роскошь. Да. Садись, поехали. Садись, поехали. Илья, скажи, пожалуйста, а тебя не удивляет, что мы едем на пикник вот на этом автомобиле? Удивляет. Я вообще не ожидал, что будет такая роскошная машина. Это сюрприз для тебя, Илья. Спасибо, Михаил. Потому что мы используем сервис Hyundai Mobility. Вот ты знаешь, почему мы едем на пикник не на твоей машине? Потому что мне ее, а, жалко, потому что, б, она не новая. Я бы, б, вычеркнул сейчас из этого повествования. Тебе жалко ехать на своей машине. А у меня встречный вопрос. А почему мы не на твоей едем? Потому что я теперь буду ездить по-другому на машине. Hyundai Mobility дает возможность использовать автомобиль как второй. Или при определенных обстоятельствах. В какой-то поездке. Или когда основной автомобиль занят кем-то из членов семьи. То есть, ты можешь взять Hyundai Mobility, автомобиль от одного дня до одного года. На любой срок. Причем, если берешь на год, то машина вообще на объем муха не сидела на капоте. Если на короткий срок, то это тоже достаточно новый автомобиль в безупречном техническом состоянии. И вот, в чем преимущество, Илья, такого способа передвижения? Скажи мне. Ну, так ты уже все рассказал? Нет, я ни слова не сказал про это. В этот автомобиль уже заложены все транспортные налоги. Все сервисы. Страховка КАСКО и ОСАГО. Помощь на дорогах. Зимняя резина. То есть, вообще все, что можно, уже включено. Ты ездишь и только заправляешься. А ты знаешь, почему мне теперь интересна эта машина? Почему? Потому что меня не выпускают за границу из-за транспортных налогов. Вот. Тебя не пустили в Армению. А если бы не была эта машина, меня бы пустили. Да? То есть, если бы ты использовал Hyundai Mobility, ты бы мог путешествовать по миру и не платить налоги. Так что, а можно вообще на ней поехать в Армению. Она же твоя, она все время использована. В общем, преимущество налицо. Мы с Сашкой подготовили тебе еще один сюрприз. Мы едем на Экоранчо. Знаешь, что такое Экоранчо? Ну, это какое-то насекомое. Да, это Кукаранчо насекомое. Экоранчо – это экологическое ранчо. И мы едем туда, потому что те, кто владеют этим Экоранчем, они же нас приглашали в Глэмпинг в Армении. Куда-то не попал. А мы оттягивались. Так вот, вот сейчас мы приедем на Экоранчо, который находится в Подмосковье. И будем готовить какое-то блюдо. И тоже решили для тебя приготовить какую-нибудь уху, например. Ты ухуел? Ну, это хлесткая шутка, но я понял, что ничего страшного, что я не поехал, потому что все повторяется здесь. Да, но может быть и не уху приготовим. Но главное, что плати налоги, езди по всему миру при помощи сервиса Hyundai Mobility. Вот так я неожиданно закончил. Какая красота уже открывается, смотри. Илья, вот я хочу тебя познакомить с Давидом. Мы-то знакомы, мы у него отдыхали в Глэмпинге в Армении. Где было, ой, как хорошо. А в основном хорошо было, потому что его не было. Он говорил, мне не нравится. А вот теперь мы приехали к Давиду. Помнишь, было выражение, откуда это «заможай» загнали? Вот он нас загнал «заможай», и мы оказались в этой… Как она называется? Экаранчо. 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 Агротуристический комплекс. Вот, смотрите, какая роскошная атмосфера здесь царит. Мы еще про Экаранчо поговорим. У нас там мангал горит, солнце садится. Самые вкусные экологические продукты готовятся, как вы знаете, только на закате. Поэтому, если мы пропустим момент, это все будет несъедобно. А у нас канал «Съедобно и несъедобно». На закате и на экоферме. На экоферме, на закате, экоранчо. А вообще, кстати, агротуризм – это новая фишка. В России мало таких комплексов. И мы еще покажем все подробности. А как мы… смотри, Давид. Вот на такой машине мы приехали. Мы ее взяли в сервисе Hyundai Mobility. Мы пока не жалеем. Посмотрим, как ты нас угостишь. Тогда либо будем жалеть, либо нет. Надеюсь, Hyundai Mobility сделает хорошее предложение для фермеров. И мы тоже воспользуемся. Девочка Камила. Маленькая девочка. Сколько лет маленькой девочке? Шесть. Шесть лет. Кормите. Я сам хочу. Это девочка Камила. Ей шесть лет. Она белый одногорбый верблюд. Мне подсказывает даже двугорбый. Одногорбый верблюд. Двугорба этой прекрасная красавица. Я бы с удовольствием сейчас с тобой пообщался, но я не могу, потому что у нас там гора, море изобилия. Пошли. Вот, знакомьтесь. Это Ольга. Это Маруф. Это я. Сейчас, посмотрите на этот стол, это практически рок изобилия или потребительская корзина. Я не знаю, что. Здесь все экологически чисто. Все растет здесь. Здесь растут огурцы, здесь растут вот эти белые грибы. Моя зависть, я бы их с удовольствием собирал. Здесь растет это мясо, и вот в том пруду водятся вот эти королевские креветки. Ну, если вы купили креветок, положили их в пруд, то они там будут водиться, пока вы их не съедите. Значит, мы сейчас будем, попытаемся все это за 2 секунды приготовить, да? Начинаем с блюда, которым Ольга потрясла меня, а сейчас потрясет Илью. Как это называется? Жареные огурцы. Всего-то, господи. Жареные огурцы. Что мы делаем для этого? Мы наливаем масло на сковородку, кладем немножко чеснока. Огурцы обычно ничего не подготовленные, просто порезные. Нет, просто порезные из грядки, помытые. Единственное, что... Ну, практически готово. Все? Надеюсь, есть это никто не будет. Это съедобное вообще? Это будет очень вкусно. Соус делает свое дело. Какой соус? Чесночный? Соевый. Это что у нас? Терияки? Нет, обычный. А, нет, просто соевый соус. Ну, это получается какое-то китайское блюдо, да? Да. А еще есть битые огурцы. Их можно побить до того, как жарить. Можно. Соли поэтому не добавляем. Ничего не добавляем. Кроме соевого соуса, чеснока и кунжутного семени. Теперь заливаем соевым соусом. И выпариваем. А кунжут? Сейчас положим. А это чей рецепт вообще? Чье это блюдо? Я увидела у дочки в инстаграме. Ага. А вы с дочкой только через инстаграм общаетесь? Она вам не рассказывала секреты? Ну, так получилось, что она была на каникулах, а я работала. Ага. Ой, тут лошади ходят, раздражает немножко. К верблюду я уже привык, а лошадь раздражает. Так, и что дочка? И дочка говорит, мам, ты приедешь на выходные, давай приготовим. Я говорю, ну, может быть, это не очень вкусно, потому что жареные огурцы какая-то. А это она сама придумала? Нет, она у кого-то тоже слезала. Угу. Ребят, скажите, чей это рецепт жареные огурцы, чтобы мы знали, у кого слезала дочка? Как дочку зовут? Соня. Соня. У кого слезала Соня жареные огурцы? Нет, сейчас я... Кунжутные, да. У меня? Да. Сыпем? Да, сыпем. Много? Ну, так. Достаточно. Готово. Готово? Да. Вот так вот, такие броски, это мне не подвозь. И вот сейчас какой-нибудь арцах под это, но это же нельзя без закуски. Это же обидно просто, ей-богу. Так. Ну, остыл. Класс. Я не успеваю нахаться, а уже Маруф принес новую. Маруф, а пробовал этот сам? Да, я сам попробовал. И как? Вкусно. А вам как понравилось? Мне очень понравилось. Это потрясающая закуска. Сейчас арцах подойдет. Ммм. Когда ешь, на третьем огурце приносят арцах. Ну, я пока съел два, потому что Маруф начинает готовить. Слушайте, это класс. Это класс. Сейчас начинаем жарить. Все. Сашка с Ильей съедят. Ну, как? Необычно. Необычно. В смысле, не очень похоже на обычный огурец в грядке. В этом смысле? Да. Очень похоже на кабачок. Угу. Это говяжий стейк. Кладем? А ты можешь это рассказывать, сидя на коне, раз коня рядом уже? Конечно же нет, Илья. Какой конь, когда здесь такое это самое? Нет, а будет интереснее. Давай попробуем. Ну, это... Давай, давай. Это наш зритель еще не видел такой номер. Да, ну хорошо. Кстати, Илья, ты помнишь вот эту историю? К сожалению, видео нельзя показать. Лет 15-20 назад мы снимали в Малайзии креветочную ферму, где разводят креветок. И я тоже, Илья настоял, я сел на лошадь. Взял сачок, чтобы показать, как сачком на лошади ловят, огромный сачок ловят креветок. Когда лошадь увидела у меня в руках этот сачок, она в жизни такой... У нее случился Кондратий. Она понесла. Я с этим сачком пятиметровым на лошади, а Илья это снимал к своему удовольствию. А я чуть не умер. Ну, давай повторим этот номер. Так. Ой. Спина. Вот. Так. Давайте. В старину только на конях проверяли готовность стейков. из мяса, из семги, баранина, а вот это курица там еще есть. Да, конечно, Камила такого много чего в жизни видела, но вот такого она не видела никогда. Я, честно говоря, тоже никогда не готовил мясо, сидя на коне, смотря на Камилу и Алча, вот тот Арцах, который мне недоступен. Моров, а есть место для грибов? Есть. Можно же прямо на бортик класть. Это нормальная температура? Да. Прекрасная. А не просто, Оль, грибы в соли или там с маслом каким-нибудь? Да. Я их порезала и на 10 минут замариновала с маслом, с бальзамиком светлым, перцем и солью. Класс. Самое вкусное, что я ел в Италии, когда подают в сезон тончайшие разрезы белого гриба целиком, его фактура называется фунги портини. И вот тончайший срез белого гриба вот так же замаринованный, это фантастическая еда. Да, но они не бывали еще на этой реке раньше, поэтому они уже не делали так, как они делают раньше. Я хотел вам рассказать о лошадиных силах, но не буду этого делать, потому что лошадиная сила подо мной. Италия. 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 Так. Это… Вот иногда слова теряют свой смысл. Сейчас именно тот случай. Спасибо. Ну… Илья, Саш, прошу. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я, конечно, не ожидал, что такой кроссовер может преодолевать препятствия круче самого навороченного внедорожника. Так что, понравилось вам, как мы колбасились? Да? Тогда скачивайте приложение Hyundai Mobility и вперед. Нам нет преград на море и на суше. Продолжение следует... Продолжение следует...